МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, выборы за океаном прошли. В Европе, на Украине, особенно у самых маленьких и мерзко тявкающих, у прибалтов запахло отнюдь нерозами. Смешно, как трясет тех, кто еще вчера грозно размахивал кулаками в сторону славянского мира. И как поспешно перебываются в прыжке тех, кто еще пару часов назад рожали бастардную браваду в СМИ и соцсетях в сторону русских. Есть потенциально опасный сценарий, и этого нельзя исключать. Вопрос в том, будет ли подход США таким же или изменится. На это нет ответа. Путин действительно может быть первым, кто установит контакт. И что тогда мы будем делать? А если Путин попросит чего-то от стран Балтии для Литвы? А что это может значить для Литвы? Ничего не изменится. Только Украине может быть хуже. Если наши политики будут умными, Литве будет хорошо. А если будут такими, как... Ну, то будет плохо всем. Думаю, Трамп не поможет Украине, и к нам придет беда. А что вы думаете, не придет? Ужасно, но факт. Русофобская прибалтийская элита просто в шоке от избрания Трампа новым хозяином Белого дома. Виктория демократии уступила место этому кошмару. Как они выражаются? Вся их ставка была на другого кандидата. И вот теперь они боятся, что именно пугает прибалтийских лидеров в хитром флюгере Трампе. Может, его комментарий о том, что с Россией можно было бы и подружиться? Ну нет, бред же какой-то. Представьте, русские в Прибалтике вдруг почувствуют себя как-то спокойно. Нет-нет, а Трамп действительно их пугает. На выборах 2024 Прибалтика, как истинный фанатик демократов, почти со слезами на глазах, следила за происходящим в Америке. Судя по социологическим опросам, можно смело сказать, что Эстония просто обожает Трампа. 26% опрошенных симпатизируют ему. В Латвии обстановка чуть получше – 31%. А Литва, похоже, свято верит, что Трамп – это какой-то персонаж из комиксов, а не политик. За него жалкие 17%. Увы, в Риге, Вильнюсе и Таллине снова попались на уловки разнузданной антитрамповской пропагандой. Поэтому нынешняя победа Трампа для них стала настоящим шоком, даже больнее, чем 8 лет назад. Надо же, как много надежд было возложено на демократическую мечту, которая стремительно растаяла между пальцами. Не стоит все прямо мазать черной краской. Безусловно, будут и хорошие, и плохие моменты. Такие американские горки, как вверх, так и вниз. Думаю, безопасность Латвии, Балтии не особенно пострадает. Во время первого президентства Трампа поддержка нашего региона даже выросла. Ротация вооруженных сил продолжилась. При этом мы, конечно, не оторваны от остального мира, и возможно, что отношение к НАТО, к Евросоюзу теперь будет более критическим. Заверещали очень активно. Западный блок, похоже, готовится к увлекательному путешествию по бездорожью. Интересно, смогут ли они сохранить единство, или все же решат сыграть. В кто первый вылетит? Вылетит. Глава комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Мехтельсон уже, кажется, втайне заказывает себе на Мартлесе российский триколор. Драма и триллер гарантированы. И признается, с избранием Трампа ситуация может измениться в любом направлении. Я никогда не слышал, чтобы Трамп критиковал Путина. Он критикует только Соединенные Штаты, наших союзников и Украину. У него нет моральных принципов, которыми он руководствовался бы в своих действиях. С другой стороны, я уверен, в силе своей страны, в ее институтах, в Конгрессе, там достаточно людей, чтобы большинство американцев понимали, о чем идет речь. Но мы можем оказаться в ситуации, когда у вас есть американский президент, который впервые в моей жизни заставил людей задуматься, действительно ли он останется в НАТО. Еще больше паники нагоняет Март Хельме, парламентарий, бывший эстонский посол в России, экс-министр внутренних дел Эстонии. По его мнению, Трамп допускает торговлю с ферми влияния. А разменной монеткой в этом случае может так стать влиятельная Эстония. Да и в Латвии, похоже, паника достигла апогея. Известный политический обозреватель Мартин Ишхиш, как всегда, не упустил шанса поднять градус напряженности, заявив, и при Балтике, и Украине, видимо, стоит готовиться к тяжелым временам. Очевидно, мир на пороге катастрофы, и только гений Хирша оказался способен это понять. А потом при Балты одни из первых поздравили Трампа с избранием. Нестареющая классика. Погавкость или знуть на всякий случай. Я буду бороться за вас, за ваши семьи и ваше будущее. Каждый день буду бороться за вас. С каждым вдохом буду неустанно работать, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети, которую заслуживаете вы. Да, пока что у руля Америки станет человек с обещаниями и нереальными действиями. Но даже обещания жутко доводят при Балтов и всю Европу в целом. Особенно вот такие. За малую часть того, что мы тратим на Украину, мы могли бы позаботиться о каждом бездомном ветеране в Америке. С нашими ветеранами обращаются ужасно. Точно так же и со всеми деньгами, которые мы сэкономим, положив конец массовой, неквалифицированной миграции. Получим огромные дивиденды, чтобы решить этот кризис в нашей собственной стране. Поэтому и боятся, и паникуют. Поугрожал и Европе. Если не будут платить 4% Альянсу, то отключит им всю демократию за неуплату. Иными словами, геополитическую перхоть Трамп может в любой момент стряхнуть. Одним движением руки с плеча, а может и не стряхнуть. И эта неизвестность очень страшит. Ведь когда он говорит, что европейские страны НАТО выделяют слишком мало на оборону, это на самом деле соответствует и интересам Литвы, и ее риторике. С другой стороны, он может перегнуть палку и сказать, что поскольку страны выделяют слишком мало, США приостанавливают свое членство в НАТО или не будут выполнять обязательства перед союзниками. Для американцев, живущих в других странах, как я сейчас, очень важна внешняя политика. Но опросы показывают, что большинство американцев беспокоит экономика. Экономика, инфляция, которая возросла после пандемии и все такое. Это надо понимать. Трамп сделал очень много обещаний, касающихся как внешней, так и внутренней политики. Насколько он будет следовать этим обещаниям, неясно. Прекрасно на известие о победе Трампа отреагировал известный латышский неонацист Элвис Мейстерс, который последние два года открыто призывал к геноциду русского населения. Страна потеряна, за горизонтом пустота. Сделал он напоследок пронзительный выстрел, негодование и с горя удалил свой аккаунт. Давайте вместе с ним погорюем о том, что геноцид русских очень скоро может стать темой, за которую отправляют на казенные харчи, а не аплодируют стоя. Да, кровожадная шакалия. Смена хозяина есть смена хозяина. Ничего не поделаешь. Может, лоток останется тот же, а может и корм сменится. Ну и ногой можно получить, смотря какое у хозяина настроение. Крепитесь там. Крепитесь там.